Саиногорск утопает в мусоре. У населенного пункта просто-напросто нет своего полигона для отходов. Машины курсируют в Черногорск. А это больше ста километров. Такой золотой мусорный караван здорово бьет по карману местных жителей. Это может быть особый день в жизни города Саиногорска. Мы можем впервые получить реальный шанс на легальный полигон ТКО. Факт остается фактом. В городе Саиногорске в современной его истории до сих пор не было легальной свалки. Все, что у нас находилось, это большие ямы, где мусор в перемешку со шлаком закопался в землю. Печально, но вот такая ситуация. Поэтому очень большая надежда, что этот совет развития своим решением войдет в историю города Саиногорска. Еще в конце апреля на совете развития администрация города Металлургов представила проект уникального для республики мусороперерабатывающего предприятия. Тогда его отправили на доработку, а уже сегодня единогласно приняли. Инвесторы нашли, причем местного. Он готов поддержать строительство. Цена 300 миллионов рублей. Средства как собственные, так и из Федерального фонда развития моногородов. Особенность проекта заключается в том, что это будет единственный крупный комплекс на сегодняшний день на территории республики Хакасия с разделением отходов на фракции, с выделением отходов для вторичного использования. Вторичное использование – это пакеты, это пэт-бутылки, это стекло, это бумага. Что-то будем перепродавать производителям с последующей переработкой на вторичку. В проекте создания сортировочного комплекса, переработки и организации полигона участок уже есть. Остается оформить документы и начать строить. Планируется, что завод по обращению с ТКО заработает в первой декаде 2021 года.